Эту больницу жители Молоковского, Володарского и Развилковского поселений, а именно на эти адреса она рассчитана, ждали с нетерпением. Постоянный рост населения обнажил проблему нехватки медицинской помощи, решить которую и призвана новая амбулатория. Дать старт работе учреждения приехали депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков и глава Ленинского района Валерий Венцель. Ленинский муниципальный район является лидером по вводу жилья, и мы параллельно стараемся сделать так, чтобы объекты социального значения не отставали от вводимого жилья. У нас это, слава Богу, получается. И благодаря, конечно же, губернатору нашей Московской области Анне Юрьевичу Воробьеву, благодаря его замечательной программе «Здоровье Подмосковья» нам удалось построить эту больницу. После красочной развлекательной части, которую подарили всем присутствующим воспитанники соседнего с больницей детского сада, на торжественном открытии четырем медработникам были вручены сертификаты на получение жилья. Напомним, что всего в 2018 году, благодаря помощи администрации района, 17 специалистов данной сферы смогли решить свой квартирный вопрос. И вот, наконец, наступила долгожданная минута, начинающая историю Молоковской амбулатории. Символичные ленты! А, конечно, в данном случае лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому сразу после официального открытия и высокие гости, и местные жители устремились на экскурсию по больнице. Просторные чистые кабинеты, удобные современные палаты. Здесь предусмотрен стационар на 36 коек. Что касается ежедневного посещения, то новое учреждение рассчитано на 100 человек в смену. Кроме того, в ближайшее время планируется открыть отделение реабилитации. Сейчас важно в историю данной больницы влить новый этап. Потому что это новый пациентопоток, это новая загрузка. Мы обсудили вопросы реабилитации, потому что сейчас есть потребность на юге Московской области создания хорошего реабилитационного отделения. На помощь пациентам в Молоковской амбулатории придут 55 докторов. В том числе терапевты, педиатры, врач общей практики, стоматолог, гинеколог, рентгенолог. В руках у них будет оборудование высокого класса. Особая гордость здесь – УЗИ-аппаратура. Аппарат современный. То есть такого еще оборудования в нашем Ленинском районе нет. У нас один аппарат портативный, а один передвижный. То есть доктор может, например, если даже проехать, то татанар поднять. Если больной, то не тяжелый и не может спуститься на первый этаж, он на лифте может подняться в этим аппаратом и непосредственно в палате посмотреть больного. Остались под впечатлением и те, для кого, собственно, и была построена больница. Жительница Молокова, мама четверых детей Наталья Зачесова, признается, что такая медицинская помощь под боком во многом упростит ей жизнь. Мы вынуждены были ездить в Москву. Также у нас были обращения в нашу Видновскую больницу. Но это, конечно, далеко, пробки бесконечные. Здесь все совсем близко. Мы очень рады. Рады, конечно, и представители старшего поколения. Просто невозможно было в это поверить, что будет такая у нас больница. Это такое событие, что даже, не знаю, это грандиозно для нашего поселения. В Ленинском районе большие планы в области оказания медицинской помощи жителям. Так уже начато строительство поликлиник в микрорайоне «Зеленая аллея» в Видном и в Бутово парке. Екатерина Коваленко, Владимир Бержонов и Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение следует...